Красивые и здоровые зубы формируются с первых лет жизни, а потому конкурс предусматривает еще и гигиеническое воспитание детского населения. Детская стоматология – сложная и ответственная сфера. Недаром говорят, что медики, которые связали свою жизнь с этим сегментом медицины, особенные. Они должны быть не только профессионалами своего дела, но и в некотором смысле психологами. Что касается детского возраста, это самые высокопрофессиональные врачи, потому что они обладают не только стоматологическими манипуляциями, знаниями, но и они являются как и педиатры, и как психологи, потому что работают не только с детьми, но и с родителями. И весь этот комплекс умений, знаний, навыков, конечно же, помимо стоматологии, это все они применяют на приеме у каждого пациента. Конкурс профессионального мастерства проходил на базе Брестской городской стоматологической поликлиники. Три пары врачей из Бреста, Пинска и Барановичей состязались одновременно. Лучшего детского айболита выявляли по целому списку критериев. У нас существует целый перечень критериев, там их, наверное, около десяти. Это начиная, в общем-то, от умения доктора беседовать с пациентом, сбора анамнеза, информации и так далее, знания о септике. И непосредственно уже, так скажем, практическая часть – это мастерство постановки пломбы, лечения кариеса, герметизации фиссуры и так далее. То есть оценка уже непосредственно работы доктора. В результате кропотливой работы медиков профессиональное жюри определило имя победителя. Абсолютным лидером признан дуэт врачей Брестской городской детской стоматологической поликлиники Светланы Дявго и ассистенты Анны Барковской. Девушки представят Брещину на республиканском этапе конкурса «Осенью в столице страны». Самое важное, наверное, найти подход. Потому что есть дети, которые приходят, которые контактные, с которыми интересно, которые легко идут на контакты, их легко лечить. А есть те, которые не очень на это согласны. Тут нужно проявить терпение, собрать свою волю в кулак, чтобы найти разные подходы. Некоторые боятся. Начинаешь лечить, они потом понимают, что не больно доверяются. Тут поэтому как бы смотришь, с кем-то надо более настойчиво справиться, с кем-то помягче. Справедливо назвать этот конкурс примером филигранной работы. Ведь именно детская стоматология по своей природе самая сложная. Здесь недостаточно владеть навыками лечебного дела, нужно еще найти подход к маленьким пациентам, порой капризным и неусидчивым.